В Наринмаре ввели запрет выхода на лёд в необорудованных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление подписал глава города Наринмара Олег Белак. Выход на лёд в водоёмы запрещен на время становления льда. Ледовое покрытие должно достигнуть безопасной толщины не менее 10 сантиметров. Под запретом выезд и стоянка на льду автотракторной техники. Это касается мест, не оборудованных ледовой переправой и с соответствующими запрещающими знаками безопасности. Запрет в этот период вводится ежегодно в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в осенне-зимний период. В период становления льда Управление МВД России по Ненинскому округу и Центр ГИМС МЧС России будут проводить совместные рейды по контролю запретов выхода на лёд. Нарушение запрета влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. В городе Новинмаре в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации возобновил работу волонтёрский центр. Его деятельность осуществляется во взаимодействии с медучреждениями и городскими аптеками, которые специализируются на выдаче бесплатных лекарств. Как подчеркнули сотрудники центра пожилым людям не нужно ходить в поликлинику и сидеть в очередях, подвергая себя опасности заражения. Врач сам выпишет необходимые лекарства. Волонтёру лишь останется забрать их в аптеке и развести по адресам. Кроме доставки пенсионерам и инвалидам лекарственных препаратов по бесплатным рецептам, волонтёрский центр оказывает консультационные услуги. Вы можете позвонить в будние дни по телефону 2-16-90 и оставить свой вопрос, ответ на который вы получите от профильного специалиста. Волонтёрский центр находится в постоянном взаимодействии с ресурсным центром добровольчества, который также возобновил работу по доставке продуктов самоизолированным гражданам. Телефон ресурсного центра 601-88. Добавлю, вся помощь оказывается со строгим соблюдением установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических ограничений. Все волонтёры обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, работают с гражданами бесконтактным способом. По поручению губернатора в Нинницком округе увеличили количество ПЦР-тестирования. Проводить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции или нет принимает непосредственно врач-терапевт. Однако есть исключения. Так, в обязательном порядке ПЦР-исследование проводится пациентам с диагнозом пневмония, медицинским работникам, тем, кто вернулся из-за пределов России и имеет признаки ОРВИ, тем, кто контактировал с положительными ковид-пациентами, кто оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам старше 65 лет с признаками ОРВИ. Если вы чувствуете признаки недомогания, если у вас длительное повышение температуры, необъяснимая слабость, боли за грудиной, проявление дыхательной недостаточности, позвоните и обратитесь к врачу. Решение принимается индивидуально в каждом случае. Если острое респираторное заболевание протекает тяжело, то у таких пациентов тест берется в обязательном порядке. Исследования проводятся в трех лабораториях региона. Добавлю, средний показатель по проводимости ПЦР-тестов в регионе превышает показатели по другим регионам Российской Федерации. В микрорайоне лесозавод прошло торжественное открытие нового объекта благоустройства – детской мультивозрастной площадки. Объект построен в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. На улице Комсомольская теперь есть место, где на свежем воздухе могут провести время жители района всех возрастов. На территории обустроены игровые элементы для малышей и детей старшего возраста. Брусья – зона для отдыха. Каждый элемент данной площадки соответствует современным евразийским стандартам. На каждом элементе присутствуют шельды с возрастной группой, с артикулом производителя и его контакты. Данная общественная территория в 2019 году заняла шестое место в рейтинговом голосовании жителей города за первоочередные объекты благоустройства в 2019-2020 годах. Подрядчик сдал объект в установленные контрактом сроки. Напомню, объект построен в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Стоимость контракта составила 11,4 миллиона рублей. С доставкой на дом. Почта России включена в реестр поставщиков социальных услуг в сентябре текущего года. Кроме продуктов питания, заказать на дом можно и товары первой необходимости. Почтальон заполняет бланк, собирает все необходимое в отделении и отправляется к клиенту. Тот, в свою очередь, встречает почтальона и сверяет принесенные продукты со своим списком, а также получает чеки и корреспонденцию. Желающих получить социальную помощь от сотрудников почты на сегодняшний день, только растет. Ведь услуга по доставке бесплатная. Клиент платит только за товар. Для получения услуг на дому клиент должен иметь основания, письменно подтвержденные в отделении социальной защиты. Почту России в реестр поставщиков социальных услуг включили в сентябре этого года. Это еще один шаг к повышению качества и совершенствованию системы социальной защиты населения. Эта неделя для многих учащихся школ на Ринмаре началась в формате дистанционного обучения. В очном режиме продолжает работать только одна городская школа номер один. Дистанционный формат обучения коснулся учащихся двух городских школ. Это школы номер три и номер четыре, а также школьников поселка Искателей. В этих образовательных учреждениях на дистанционку перевели всех учащихся с пятых по одиннадцатые классы. Ученики начальной школы продолжат обучение в очном режиме, за исключением двух классов в четвертой школе. В других образовательных учреждениях на дистанционку перевели лишь некоторые классы. Ненецкая специальная школа-интернат до 30 октября уйдет на досрочные каникулы. Также по причине превышения порога заболеваемостью ОРВИ приостановили работу два детских сада в селе Телевска и поселке Харута. В городских садах группы закрываются локально. У жителей Ненецкого округа есть возможность пройти базовое обучение новым специальностям бесплатно. Достаточно просто иметь желание получить знания из мира компьютерных технологий. Ненецкий округ стал одним из 48 пилотных регионов страны, где любой желающий может повысить свою квалификацию по 22 востребованным в цифровой экономике направлениям. И для этого не нужно быть специалистом в выбранной сфере. Занятия рассчитаны на то, чтобы погрузиться в ее специфику и решить, хочет ли человек изучать специальность дальше или нет. Длительность такого обучения составляет от 72 академических часов в дистанционном или электронном формате. Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. Пройти обучение может совершеннолетний житель Ненецкого округа, имеющий диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, совершенно бесплатно. Узнать всю необходимую информацию и познакомиться со списком направлений можно на сайте цифровой сертификат.рф. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В Ненецком округе продолжает работу межрегиональный форум «Наследники Аввакума». В рамках форума в этнокультурном центре Наринмара открылась уникальная выставка под названием «Листовка и подручник». Познакомиться с бытом и обычаями старообрядческих общин можно будет не только в фойе ЭКЦ, но и в режиме онлайн. Многие экспонаты, представленные на выставке, имеют давнюю историю. Например, самовар семьи Асташовых, привезенный из Усцелемского района и еще ряд предметов быта, которые были распространены в избах старообрядцев. Работа по подготовке к выставке началась еще в начале года и включала в себя три мастер-класса. Первый был посвящен костюмам, второй – подручнику, а третий – листовке. Предметы выставки также рассказывают о мужских и женских занятиях, показывают обыденную и праздничную одежду староверов. Кроме того, представлены платки по мотивам XIX века, выполненные ручной набойкой, вытравными красками. Ну а название выставки выбрано не случайно. Листовка и подручник – это обязательные предметы для молебенных служб. Выставка доступна только для индивидуальных посетителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, а также в онлайн-формате на сайте Этнокультурного центра. Посетить выставку можно будет до 20 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова